Всем привет! С вами Владимир Шемер. В последнее время участились вопросы от туристов касательно ситуации на туристическом рынке Украины. Поэтому в этом видео мы разберем три самых часто задаваемых вопроса украинскими туристами. Первый вопрос это как обстоят дела с оплатами и забронированными турами, которые не состоялись из-за войны в Украине. Второй вопрос как же все-таки украинским туристам в 2022 году попасть на море. И третий вопрос какие есть сложности и что обязательно должны знать все украинские туристы, которые все-таки хотят отдохнуть в 2022 году. Поэтому подписывайтесь на канал и давайте разбираться. Итак, с момента начала войны в Украине все туроператоры Украины приостановили, либо частично приостановили свою деятельность в туризме. А все оплаченные средства по забронированным турам находятся на депонировании у этих туроператоров. Забрать эти деньги туристы у туроператоров на данный момент физически не могут, потому что в Украине военное положение, которое относится к форс-мажорным обстоятельствам. И пока не закончится военное положение, грубо говоря, туристы ничего не могут поделать с этими деньгами. Но некоторые туроператоры нашли выход из положения и нашли возможность пойти туристам навстречу и разработали некоторые механизмы. Сейчас мы разберем основные туроператоры Украины и какие у них есть условия. Первый туроператор AnnexTour частично работает. Деньги находятся на депонировании у туроператора. Физически забрать никаких возможностей у туристов сейчас нет у туроператора AnnexTour. Но есть возможность воспользоваться этими деньгами, забронировать отель, с которым работает AnnexTour и перенести эту оплату. Да, есть там некоторый бюрократический момент, но в принципе это все реально. Так что если туристы по AnnexTour хотят воспользоваться этими деньгами, то такая возможность есть. Следующий туроператор JoinUp частично работает, деньги находятся на депозите у туроператора, но физически никаким образом забрать эти деньги на данный момент времени нет. И воспользоваться этими деньгами для того, чтобы перечислить их на другие услуги по туроператору JoinUp, которые есть, тоже сейчас возможностей у туристов нет. Туроператор говорит, что воспользоваться этими деньгами, либо решать все эти вопросы, будет возможно только после того, как стабилизируется ситуация в Украине. Но туроператор в принципе пытается выйти на европейский рынок, запускает программы туров из вылетов в Европе. Так что в принципе как бы воспользоваться услугами можно. Может быть в перспективе можно будет и перенести эти деньги, которые зависли по туроператору JoinUp на новые бронирования. Но это все будет видно в перспективе. Следующий туроператор Pegas Touristik. Частично работает, можно бронировать отели через Pegas Touristik. Деньги находятся на депонировании у туроператора, но опять-таки все решения вопросов туроператора говорит, что будут только после того, как закончится военное положение. С другой стороны туроператор в индивидуальном порядке рассматривает обращение туристов и по возможности, если такая есть у туроператора, то конечно он может перенести оплаты по забронированным турам. На новые бронирования, то есть по турам, которые не состоялись, на новые бронирования там наземного обслуживания, то есть отелей. Следующий туроператор Compass частично работает, то есть не может только выполнять именно вылеты, а бронировать отели это все возможно. Деньги находятся на депозите. По условиям на данный момент тоже никаким образом физически забрать туристы деньги у туроператора Compass не могут. Но в индивидуальном порядке туроператор может рассматривать обращение и если у оператора есть такая возможность, теоретически тоже возможно использовать эти средства по ранее забронированным турам на бронирование отелей, которые может предоставить туроператор Compass. Следующий туроператор это Тест Тур. Полностью приостановил свою работу. Никакой деятельности в Украине на данный момент не ведет и забрать никак у туристов эти деньги не получится у оператора Тест Тур физически. Перенести тоже как бы на какую-то бронь, на какую-то новую услугу, то есть забронировать отель туристы по туроператору Тест Тур не могут вообще никаким образом. Туроператор говорит, что только после окончания военного положения будет рассматривать все нюансы, все моменты и искать выход, как работать с туристами и как возвращать, либо переносить эти оплаты. И в принципе последний туроператор, которого мы разберем, это Туи. Полностью тоже приостановил свою работу в Украине. Даже сайт свой отрубил, просто все выключил. В принципе все деньги находятся у туроператора Туи на депонировании. И туроператор Туи обещает как бы выполнить свои обязательства перед всеми своими партнерами, в том числе и туристов, после окончания военного. Положения. Как это все будет? То есть все будет известно только после того, как закончится военное положение. Хотя с другой стороны, в неофициальном обращении Туи дает возможность туристам, как бы в принципе это касательно больше премиум концепции Туи. Сейчас даже решать возможности с переносами этих денег, как бы на новые бронирования, то есть наземного обслуживания. Это с одной стороны теоретически возможно, с другой стороны это очень сложно, потому что сайт Туи не работает и это все равно, что пальцем в небо. Это были основные, самые такие масштабные туроператоры Украины. Да, есть еще много и других небольших, там не такого масштаба туроператоров в Украине. У них свои условия, свои нюансы, свои моменты. Но на тот момент, когда началась война туристов забронированных у тех туроператоров у нас не было. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по другим туроператорам и какие у них условия, вы их, ваши вопросы напишите в комментариях под этим видео. Я обязательно вам постараюсь ответить и подсказать, какие есть условия у других туроператоров. Следующий момент, который касается в целом вылетов из Украины. Как вы знаете, я думаю, все должны это знать, что военное положение в Украине продлили еще на 90 суток. По-моему, это до 23 августа. И во время военного положения никаких рейсов выполняться из Украины не будет. Да, некоторые там гадают, некоторые там предполагают, а вдруг, а как-то, может быть, что-то где-то каким-то образом полетит. Но, исходя из опыта и реальности, накануне войны некоторые лизингодатели отзывали свои борта из Украины. Потому что не хотели рисковать своими самолетами из-за того, что, возможно, в Украине начнется война. То есть, как бы, сами подумайте, какая авиакомпания, то есть, какой собственник самолетов, даст самолеты для того, чтобы они летали в стране, где идет война. И самолет, ну, как бы, может быть просто, как бы, ликвидирован, потерян и тому подобное. Плюс, опять-таки, когда самолет в воздухе, еще и с пассажирами, представляете, какие риски могут быть и сколько может быть трагедий. Поэтому, мое предположение, что до окончания военного положения, до окончания войны никаких рейсов, ну, 99% не будет. Кроме того, после окончания военного положения, теоретически тоже, возможно, не сразу и полетят все эти рейсы. То есть, до конца лета, грубо говоря, мое предположение, что никакие самолеты, это 100% именно в гражданской авиации, летать не будут. Но если у вас есть какое-то свое мнение, либо свое предположение, или в целом, как бы, вы что-то хотите сказать по этому вопросу, вы тоже обязательно напишите это в комментариях под этим видео. Следующий, второй, часто задаваемый вопрос туристами. Как же все-таки украинским туристам в 2022 году попасть на море? Тут есть два варианта. Первый вариант это авиарейсы, но только не с Украины. Например, с Европы. То есть, некоторые украинские туроператоры повыходили на европейский рынок. Плюс есть европейские туроператоры, которые тоже продают пакетные туры, такие самые, как были в Украине. Например, можно вылететь украинцам из Прибалтики, можно вылететь из Польши, можно вылететь из Молдовы, можно вылететь из Германии. Оттуда есть полнопакетные туры, по которым мы на данный момент работаем, и эти все туры можно бронировать. Кстати, скоро некоторые туры уже есть на нашем сайте. Может быть, скоро еще больше чего-то появится, но все то, что не появляется, в принципе, будет публиковаться в нашей рассылке туров. Это то, что касается вылетов. Но есть и второй вариант. Это отправление из Украины, но только наземным путем. То есть, именно автобусные полнопакетные туры с отдыхом на море. На данный момент времени уже есть пять направлений. Это Албания, это Болгария, это Турция, это Черногория, это Хорватия. То есть, есть полнопакетные туры на автобусных рейсах. То есть, с выездом из Киева, с выездом из Западной Украины, с выездом из Одессы. Но есть некоторые нюансы. В принципе, как бы, можно тоже эти все туры бронировать. Хотя, туристам нужно обязательно знать те нюансы, которые касаются таких вот туров. Переходим к третьему очень важному вопросу. Какие есть сложности и что обязательно нужно знать украинским туристам, которые хотят отдохнуть в 2022 году на море? Значит, тут есть несколько моментов. Первый такой вот очень важный момент – это документы и правила въезда-выезда. Касательно документов. Если туристы из Украины хотят отдохнуть где-то за границей, то нужно иметь действующие биометрические загранпаспорта. И взрослым, и детям. Да, некоторые туристы сейчас поуписывали детей в свои загранпаспорта, некоторые туристы продлили действия своих загранпаспортов. Но есть нюансы. И уже были случаи и сложности. Туристы вылетали из Польши с вписанным ребенком в паспорт родителя. Его выпустили, его посадили на рейсе. Ребенка и туриста. Туристы отдохнули в Турции. И на обратном рейсе авиакомпания не пустила ребенка. Ну, а, соответственно, и родители тоже не полетели. Из-за того, что ребенок был вписан, а не имел свой отдельный действующий загранпаспорт. Поэтому, у кого эти загранпаспорта есть, и со сроками действия все в порядке, то тогда можно рассматривать и планировать там свой, как бы, отпуск на море. У кого есть вопросы по загранпаспортам, их нужно решать до момента бронирования, до момента там определения с отдыхом. Потому что правила ответственности за документы у тороператоров никто не отменял. Они как были до войны, так и они во время войны, что туристы всю ответственность несут за документы сами. Потому что, если возникнут вопросы на границе, либо возникнут вопросы в авиакомпании, которая руководствуется и правилами государства, и еще другими правилами, то решать эти все вопросы придется туристу. А еще, как бы, если турист не отправится в тур, то туроператор не возвращает оплаченные деньги. Это туристы должны понимать и знать. Потому что многим не скажут, будут проблемы, однозначно все это потом каким-то выплывет боком неприятным. И касательно правил. Это особенно касается мужчин, что с 18 до 60 лет мужчины из Украины не выездные. Да, есть исключение. Или если у мужчины есть трое детей, можно поехать. Но это нечастые ситуации, поэтому на это сильно рассчитывать не нужно. Следующий нюанс и момент – это цена. В основном всегда выше, чем была в Украине. Это касается вылетов из Европы. То есть пакетных туров из Европы. Потому что европейский рынок, он всегда был по цене выше, чем украинский рынок. Всегда цены были дороже. Это нужно понимать, что то, что вы могли позволить себе в Украине с вылетом из Европы, это будет по цене выше. Чаще всего. Третий момент – это дорога в Европу. Если вы хотите вылетать из Европы, то есть украинцы хотят вылетать из Европы, те, которые живут на западе Украины, конечно, им легче, быстрее и проще добраться. Ну и цена, конечно, пониже. Те, которые живут в центральной части Украины, либо там на восточной части Украины, там Полтава, Харьков, вам нужно понимать, что нужно проехать всю Украину, пересечь границу. То есть, во-первых, нужно сделать хороший запас времени, потому что плюс-минус из Европы тоже бывают отклонения, то есть переносы рейсов и тому подобное бывает не только в Украине, кто этого не знал и кто на это сильно матюкался. Вот. Это касается и Европы. И тут второй еще нюанс, который относится к этому, нужно понимать, что это не 5 копеек дорога стоит доехать там из Полтавы, Харькова до Западной Украины, а потом еще и от Западной Украины доехать там, откуда там вылетать, в Кишинев, либо там в Польшу, либо там в Прибалтику, куда там, с какого города вы хотите вылетать. Ну, тем, конечно, украинцам, которые находятся в Европе, тем, конечно, проще. Хотя тоже нужно учитывать, что может быть такое, что добираться тоже не 5 минут времени и не 5 копеек. Следующий момент, это который касается автобусных туров и переезда, который отнюдь нелегкий. Тут хочу сделать вам пример касательно вот с Турцией, потому что, в принципе, самый больший интерес у туристов, как ни крути, всегда остается по Турции и больше всего туристов хотят именно отправиться на море в Турцию. То есть выезд, допустим, из Киева, есть там выезд с Одессы, но с Киева выезд по времени будет занимать ориентировочно 36 часов. И по моим предположениям, это не менее 36 часов, потому что нужно проехать всю Украину, проехать Молдову, проехать Румынию, проехать Болгарию, проехать Турцию, всю проехать Турцию. И только потом вы доберетесь. То есть несколько границ и все это подобное. То есть 36 часов, я думаю, это минимальный срок, то есть минимальное время, которое будет в дороге. А учитывая то, что некоторые туристы не могут без приключений долететь 2,5 часа до Турции на самолете, то представьте, что могут устроить некоторые туристы во время переезда в автобусе. Да, это как-то будет решаться, но тем не менее ситуации могут быть разные. Ну и плюс сложность переезда. То есть 36 часов нужно просидеть в автобусе. То есть вы это должны понимать. И как бы я не то, чтобы там кого-то пугаю, либо кого-то отговариваю. Вот. Я хочу, чтобы вы понимали ту правду, которая есть, и ту реальность, которая есть. В принципе, каких-то других вариантов, собственно говоря, все равно нет. Итак, мы коротко разобрали все самые часто задаваемые вопросы туристами, разобрали нюансы и сложности. Но если у вас остались какие-то вопросы, вы их обязательно пишите в комментариях под этим видео. Если вы оказались в какой-то нестандартной ситуации, особенно касательно туроператоров, вы тоже все это напишите в комментариях под этим видео. Постараюсь всем ответить в комментариях. Но если будет много вопросов, то возможно даже запишу для вас всех отдельное видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.